наш бог я рад приветствовать всех кто присоединился к нам сейчас прямом эфире братья и сестры мир божий вам доброго времени суток несмотря на то что где бы вы ни находились и в какое бы время вы не видели не смотрели нашу передачу наше богослужение я верю что дух божий прямо там где ты находишься и он будет касаться тебя и слова который бог дал мне я верю что это благословит это слово благословить тебя я рад еще раз поприветствовать собрание в зале париж на левом берегу давайте поприветствуем наших братьев и сестер собрание в нашем офисе собрание в плотниково собрание в берске собрание виски теме и собрание в нашей головной церкви в дк прогресс аллилуйя приветствуем всех братьев и сестер аминь мы едины у нас одна церковь много собраний но один господь одна вера одно крещение и мы с вами едины в нашем господи боге аллилуйя друзья у меня тема моей сегодняшней проповеди звучит таким образом четыре сезона жизни с богом жизнь с богом это путь путь на котором нам предстоит пройти через разные сезоны жизни пройти с богом у человека который не верит богу не поклоняется богу у него совсем по-другому складывается жизнь и вы вы можете никогда не увидеть что в его жизни есть определенные сезоны и этапы когда он укрепляется возрастает с богом и переходит как апостол павел говорит из веры в веру и силы в силу и славы славу и является пред богом на сионе но христианин каждый из нас у него у нас с вами есть этот путь с богом в какие-то моменты когда мы входим в сезон который для нас совершенно неожиданный или сезон который не сулит нам ничего радостного и нам кажется что мы попали в какую-то долгую трудную какую-то историю и мы не видим свет конце тоннеля и нам кажется что переди перед нами просто тяжеленное время жизни в какие-то моменты все происходящее может казаться несправедливостью ужасным стечением обстоятельств ошибкой недосмотром со стороны господа бога таких хочется закричать господи а куда ты смотришь неужели ты не видишь в к в чем я или в какое время я или в каком сезоне я нахожусь на самом деле весь этот путь сложный долгий с вершинами и долинами приготовлен нашим любящим отцом чтобы научить нас чему-то что мы не способны освоить ни в каких других условиях вот об этом я хотел бы поговорить с вами сегодня и я хочу взять за основу историю жизни моего любимого героя библии и вы наверное догадались уже это иосиф хочу вместе с вами открыть 104 псалом и с 17 по 19 стихи прочесть чтобы мы взяли этот текст для основания нашего размышления тут написано так послал перед ними человека и идет двоеточие то есть вот кого послал бог перед народом своим в рабы был продан иосиф стеснили оковами ноги его в железо вошла душа его и нам уже интересно подождите то есть продажа в рабство это оказывается божий план бог оказывается видел намного больше чем чем то что происходило именно в тот день ужасный тяжелый черный день для иосифа когда он принес хлеб братьям своим а это обернулось тем что он оказался в рабстве оказывается бог вот вот это все называет послал перед ними человека то есть ты бог режиссировал все это или ты стоял за этим или ты позволил чтобы это случилось а потом написано стеснили оковами ноги его в железо вошла душа его до коле не исполнилась слова его слово господне испытала его вот эта мысль до коле не исполнилась слова его то есть есть промежуток времени ничто не вечно ни скорби ни радости ни вершины ни долины ни победы ни поражения не то что тебе кажется все я куда-то попал и это надолго очень быстро время пролетит и декорации сменятся ты будешь в другом месте и ты будешь чувствовать себя по-другому и здесь написано до коле не исполнилось слово его оказывается за всем этим стоял бог который имел слово и он сказал до коле не исполнится это слово его душа будет в железе тяжелое слово трудно понять о чем идет речь душа в железе я так воспринимаю это что как будто бы ты просто среди леденящего холодного чего-то вокруг все холодно все чужое все не твое все тебе сжимает все тебя угнетает все тебя давит ты как в железе ты как будто парализован и ты ощущаешь вот это вот эту черство безразличие ты чуще ты ты ощущаешь вот это одиночество душа его вошла в железо стеснили оковами ноги его а возможно и физически это так и было когда бросили в тюрьму может быть его и связали нога там ноги связали может быть потом развязали а может быть это духовно нужно воспринимать что ноги его они скованы стеснены оковами он не может пойти туда куда он хотел бы пойти вообще-то он свободный человек вообще-то он 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 любимиц у отца но сейчас его ноги скованы стеснены оковами и душа его в железе но есть конец этому это не безгранично есть предел этим переживанием и это черта положено богом и никто не может отменить и твои скорби твои трудности есть граница есть предел и апостол павел скажет позже что бог не дает испытания сверх сил если ты думаешь это уже все это я больше не могу ни одной секунды господь ты что-то должен изменить его власти времена и сроки интересно в одном месте в деянии сказано о том что бог вообще-то даже народы разместил предопределив для них определенные места где они должны обитать и время обитания там слышите и время то есть границы в библии есть мысль о сдвижении границ границы могут сдвигаться потому что бог определил определенные времена и сроки для обитания народов так интересно за всем стоит бог а потом что а потом перемена другой сезон послал царь и разреши и разрешил его владитель народов и освободил его послал царь и разрешил его русский язык здесь интересный такой послал царь то есть и высвободил его тот который владел народом и освободил его поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим чтобы он наставлял вельмож его по своей душе по какой своей душе по той душе которая была в железе по той душе которая просто умирала живя среди всего этого да по этой душе если ты не пройдешь сквозь эту стадию сквозь этот сезон возможно ты никогда не будешь допущен чтобы ты наставлял других людей потому что не сокрушенный не сломленный несмиренный человек у которого есть власть и авторитет и сила будет идти по головам будет добиваться своего станет эгоистом или диктатором который сделает все так чтобы просто оставаться во власти и это ужас в библии сказано горе вам когда такие люди управляют вами поэтому здесь божье правление а божье правление в начале железо душа его вошла в железо а потом по своей душе он наставляет старейшим и учит мудрости давайте откроем 42 главу бытия 18 стих я хочу с вами прежде чем мы поговорим о четырех сезонах жизни иосифа я верю что каждый из нас находится в каком-то одном из четырех сезонов я хотел бы чтобы мы немного остановились на самой сути на самой выжимке на том что является консистенцией вообще всей жизни этого человека на итоге и выводе который сам иосиф озвучивает и который он повторяет уже в конце книги бытия 42 главе 18 стихе он произносит эти слова он говорит вот что сделайте и останетесь живы ибо я боюсь бога я боюсь бога вот они три слова которые являются сутью и секретом жизни иосифа я боюсь бога хочу обратить ваше внимание что в конце когда отец иосифа умер и братья его пришли к нему и они просили у него чтобы он не мстил им за то что они предали его в рабство иосиф тоже плакал смотря на всю эту историю и он сказал не бойтесь потому что я боюсь бога он снова произнес эти слова я боюсь бога возлюбленные когда я готовил эту пробуйте я подумал в какой-то момент как применить это я боюсь бога сегодня и вот о чем я подумал я подумал что мы живем в том поколении или в то время когда большинство людей окружающих нас и в том числе даже верующих людей они боятся больше каких-то ограничений ковида заразиться умереть преждевременно конечно мы любим бога но при этом страх господин что такое страх господин хочу пояснить что страх господин ничего не имеет общего с испугом бог тебя не пугает бог не говорит я тебя испугаю адом или я тебя испугаю что у тебя будет очень плохо или ты вообще будешь несчастным человеком бог никогда не занимается пуганием людей напротив он открывает свое сердце перед нами и он говорит вот каков я вот кто я вот какие у меня имена вот какая характеристика моя какие качества моего характера вот кто я и страх господин это не испуг а страх господин это почтение и уважение бога страх господин это глубокое уважение Это осознание его присутствия. Это осознание, что он смотрит, видит и знает тебя даже больше, чем ты знаешь сам себя. Я так благодарен моим родителям, потому что мои родители с детства учили меня этому. Они говорили мне, что когда нас нет, знай, что ты не один. Ты никогда не можешь быть одним или одиноким. Даже если ты закроешься в комнате и будешь думать, что тебя никто не видит, помни, око его над тобою. И в этом не было какого-то такого, знаете, зновищего Бога. Он смотрит на тебя. В этом было осознание присутствия Божьего. То есть я не один, он рядом со мной. И мне и не хочется ничего делать плохого, потому что я с Господом, я с ним. Он за меня, он не против меня. Он меня поддерживает и помогает мне. Страх Господен, глубокое почтение Бога. Я помню, я ехал однажды с одним молодым человеком. Он сильно нарушал скорость, просто нарушал скорость. Он летел на все там и желтые, и красные светофоры. Мы, конечно, торопились, но я ему говорил, не нужно так, не нужно так, это очень опасно. И вдруг что-то случилось, и он резко раз, и так смиренно стал ехать, так ровненько. Я говорю, что случилось? А он говорит, посмотри, там, по-моему, полиция сзади едет. И он ехал спокойно и ровно. Я подумал, знаете, как интересно, осознание присутствия, что рядышком едет полицейский сзади, и, может быть, он едет уже за ним, и все сразу меняется. Бог с нами, Бог с каждым из нас, и его присутствие в нашей жизни. Страх Господен освободит человека от всякого другого страха. Если ты имеешь страх Божий, то ты не будешь бояться никого из людей. Помните, Иисус однажды сказал, в Евангелии от Луки это записано, говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, потом немогущих ничего более сделать. Все, на этом заканчивается все. Когда они убивают человека, то на этом заканчивается все. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может вергнуть в гиену, ей, говорю, того бойтесь. И вот интересно, как будто бы одно и то же самое слово, но на самом деле смысл там другой. Не то, что бойтесь, а почитайте, уважайте, обращайте ваше внимание, но не будьте напуганы людьми, даже если они пытаются применить какую-то власть свою и сделать насилие над вами, максимум, что они сделают, они лишат вас жизни. Но вы предстанете пред Богом, который имеет власть. Власть больше, чем эти люди. Вот с ним нужно иметь правильные отношения. И так, когда человек боится Бога, то он теряет страх перед всяким человеком, или перед смертью, или перед критикой, или какой-либо другой страх. Потому что Бог, которого он почитает, наполняет его и делает его совершенно другим человеком, свободным от всего этого внешнего, земного и человеческого. Начало мудрости, скажет премудрый Соломон, страх Господен. Страх Господен дает человеку мудрость. Образование даст тебе понимание, разумение. Ты можешь стать специалистом в какой-то теме. Но как правильно прожить в этой жизни? Образование может помочь тебе, но тебе нужна мудрость. Страх Господен даст мудрость, чтобы ты мог прожить правильно. И так, почему Иосиф, после того, когда он был предан, не упал в депрессию или апатию? Почему он, оказавшись в рабстве, вообще не превратился в человека-робота, который мимо проходит всего и абсолютно безучастен? Почему он не предался плотским утехам женой Патифара, когда она хотела остаться с ним? Почему он убежал от нее? Почему он не совершил самоубийство, когда он оказался в тюрьме, за то, что он не сделал вообще ничего плохого, в которой он был долго, не один год? Почему? Почему он не убил своих братьев, когда, наконец, они пришли к нему, а он уже был премьер-министром, и он мог просто рассчитаться с ними? Ответ в одном. Потому что он боялся Бога. Бояться Бога означает жить на этой земле правильно. И у нас есть все возможности, чтобы мы прожили мудро жизнь на этой земле, чтобы мы почитали Бога, потому что Он открывается сегодня людям. Он открывается сегодня каждому, кто ищет Его, каждому, кто жаждет Его. Давайте посмотрим теперь на четыре сезона, которые были в жизни Иосифа. Первый сезон... Вообще все эти сезоны были характерны одеждой, которую он носил. Первый сезон – это сезон любви и мечты. Он находится в доме отца. Он любимец у своего отца. Он младший. Отец уже взрослый мужчина, уже наделал много ошибок. И вот, наконец-то, у него рождается еще один сын, и он с самого начала воспитывает его в любви, в Божьем страхе. И отец пошил ему разноцветные одежды. Написано в Бытие 37, глава 3 стих. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду». Но недолго пришлось Иосифу носить эту одежду. Однажды в один день он пришел к братьям своим, и они бросили его в ров, а потом они сняли с него эту одежду. И они порвали ее, обмакнули ее в кровь козленка, которого закололи, и принесли к отцу, и сказали, отец, возможно, это одежда сына твоего. Вот мы нашли ее в пустыне. А что с Иосифом? А Иосифа одели в другую одежду. И это была одежда, которую впоследствии жена Патифара забрала. Это была одежда, которую сделал ему Патифар, или которую Патифар позволил носить ему, как рабу, который служил в его доме. А Патифар был его господином. И мы читаем в Бытие 39, 16. «Оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой». Он так убегал от соблазна, от греха, что жена этого господина схватила его за одежду, и он оставил, он бросил одежду, и одежду она оставила у себя. И вот эта одежда, хотя он был управителем, и Патифар доверял ему многое, и эту одежду он перестал носить. Закончился его сезон. Сезон, когда, хотя он был рабом, но было не все так плохо, ему доверяли, и он управлял в доме Патифара. И он оказывается в тюрьме. А здесь ему дают еще одну одежду, вообще одежду заключенного. И он получает ее, и написано в Бытие 41, глава 14 стих, «Постал фараон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону». Весь сезон, сезон заключения был ознаменован сезонной вот этой тюремной одеждой. И, наконец, четвертая одежда, одежда, которую фараон уже дал ему после того, когда он предстал перед лицом фараона, Бытие 41-42, снял фараон перстень свой, с руки своей, ого, перстень снял с руки своей, надел его на руку Иосифа заключенного, и одел его весонные, какие-то особенные, какие-то прямо приготовленные, какие-то вот изощренные, написано, весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Четыре сезона, четыре вида одежды. Я верю, что в твоей жизни с Богом будут также четыре сезона. И кто-то из вас, может быть, когда мы пойдем дальше, по этим сезонам узнает себя, где вы находитесь. Первый сезон, сезон любви и мечты. Это сезон, который обычно наступает сразу после покаяния человека. Сколько раз я слышал, когда люди говорили мне, пастор, я не могу это объяснить, но что-то со мной случилось. Я просто вышел из служения, после молитвы, и такое чувство, как сняли с меня какой-то тяжелый груз, и я его тащил по жизни. У меня нет никакого чувства вины, у меня нет никакого чувства греха. Мне так легко. Мне кажется, что какие-то вот это вот, все то, чем я оброс за все эти годы, как будто бы в какой-то момент было просто удалено от меня. И я как будто у меня крылья выросли, а ветер дует в мои паруса. Что со мной? Что со мной? А мир вокруг, столько красок. Я как будто не замечал и не видел, что происходит. Бог простил тебя, Бог очистил, Бог изменил тебя, Бог дал тебе пережить, что ты любимый сын или дочь. Бог показал тебе, что Он любящий Отец. Помните, Бог однажды сказал, только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Это сезон любви у Отца. Когда я думаю об этом сезоне, я сразу вспоминаю детей, детей в детстве, которые просто приходят к папе и к маме на руки, только потому, что им хочется поиграть с папой и с мамой, которые заставляют большого дяденьку, мужчину, на четвереньках, то есть там ползать по комнате, на четвереньках, просто ползать, чтобы в машинке играть или посадить свою девочку на шею и просто как будто бы лошадь там где-то вот изображать, что едем куда-то, скачем куда-то, такие серьезные. А тут так, почему? Потому что любовь, потому что все так классно. И мы в духовном мире подобны этим детям, которые пришли к Богу. И Бог говорит, я люблю тебя, у меня для тебя есть план, у меня есть мечта о тебе, ты будешь у меня тем, ты будешь у меня тем, я благословлю тебя. С тобой произойдет вот это, доброе, хорошее. Обычно в это время Бог вкладывает мечты, Бог говорит с нами, по-разному говорит Бог. Это может быть сон, и не один сон, несколько снов. Это может быть через пророческое слово. В моей жизни это было через пророческое слово. Мне было 13 лет, и я помню, когда я получил это слово, когда пророчество было ко мне о том, что Бог готовит меня к служению. Эта мысль прямо с подросткового возраста пришла ко мне, что у меня будет особенный путь, что я предназначен для служения Богу. Я не буду как все люди, я буду Богу служить. Бог готовил меня. Я помню то видение, когда видела одна сестра, тоже я был подростком, и она говорила, я вижу тебя, как ты стоишь перед людьми, и как у тебя хлеб в руках, и ты им раздаешь. Я понимаю, что ты будешь кормить их, может быть, это духовный хлеб, может быть, это физический, но я понимаю, что ты будешь служить Господу, ты будешь людям служить, и я понимаю, что у Бога есть план для тебя, план для меня. В мои там 13-14 лет Бог вкладывает мечту в твое сердце. Это было с Иосифом. Ему приснились сны, и он такой ходил, такой в разноцветной одежде, в любви отца, с этими снами. Однажды это произойдет, однажды что-то удивительное, непонятно что, но что-то удивительное произойдет, когда и отец, и братья, они придут ко мне, они поклонятся, ну а что это, кто его знает, как он поделился, отец пожурил его, это удивительное время. Вы знаете, вот в этом времени, очень важно в этом сезоне, три мысли хочу сказать, на что нужно сфокусироваться, может быть кто-то из вас сейчас в этом сезоне, самое удивительное, что этот сезон заканчивается, нельзя остаться долго, потому что вы оказываетесь младенцами духовными, а потом вырожденные младенства, есть такое понятие, такой термин, а потом есть рахиты, то есть те, которые уже там, уже какие-то патологии в младенчестве, когда вы в церкви 5, 10, 15, 20 лет, а вы все еще боретесь грехом, не можете победить его, вы все еще на стадии младенчества, вы все еще предаетесь плотским утехом каким-то, вы все еще ищете себе какие-то оправдания, вы все еще живете жизнью эгоизма, не служите, не отдаете, не посвящаете, не жертвуете, то, ну извините, это младенчество, это младенчество, и смотрите, три вещи, которые очень важны в этом сезоне, первое из них, для того, чтобы вырасти, необходимо было получать молоко материнское, если мы говорим о младенце, тепло, заботу, любовь, и просто, соответственно, возрасту получать пищу, и быть в семье, сегодня, между прочим, международный день молитвы о сиротах, мы помолимся в конце, но что бы я хотел сказать, это, если в духовном смысле об этом говорить, это Библия, молитва, и церковь, три фундаментальные вещи, которые необходимо приучить себя, чтобы начинать день с молитвы, чтобы читать Слово Божие, и чтобы не пропускать собрание своего, Слово, молитва, и церковь, второе, второе, что очень важно в этом сезоне, это научиться слышать и почитать родителей, своих духовных родителей, первое, это просто основы жизни, ребенок получает необходимые навыки, чтобы он потом мог жить, чтобы он мог оставаться, дальше в росте, не застрять, а потом необходимо научиться почитать своих родителей, здесь тоже есть разные стадии, подростки считают, что отец отстал, мама не понимает вообще, они даже ТикТок не знают, что такое вообще, они, где, у них нету никакого там, ни их там Рил, Сторис, ничего нету, у них вообще в Инстаграме, они у меня старики, они у меня динозавры, подождите, молодежь, подождите, не в этом вопрос, но, знаете, наши дети дальше растут, взрослеют, а потом они считают, что, напротив, родители самые, самые мудрые и умные, вот в чем вопрос, Бог сказал, внимание, Бог сказал, почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе, больше, чем на поступки, Бог смотрит на сердце, в котором должно быть почтение, почтение к духовным служителям, почтение к власти существующей, почтение к земным родителям, это не значит, ты во всем согласен, но ты почитаешь, и третий момент, который очень важен, научиться послушанию и ответственности, мы могли видеть это в Иосифе, потому что Иосиф любил своего отца, почитал своего отца, и мы могли видеть, что Иосиф был ответственен, когда отец попросил его, чтобы он отнес хлеб братьям, и он сказал, что приди в Сихем, он пришел туда, не нашел их там, и мог вернуться обратно домой к отцу и сказать, папа, я не нашел, их там нет, они куда-то ушли, но он потратил время, он нашел их в другом месте, совершенно другое место, и он исполнил желание отца, он был послушным, и он был ответственным, и так Иосиф прошел этот сезон, прошел с честью, этот сезон любви и мечты, в нем есть мечта, и он пережил любовь, переживал ее постоянно, и вдруг Господь сказал, ты умничка, ты молодец, ты в этом сезоне прошел, сдал экзамен, я тебя перевожу на следующий уровень, следующий сезон жизни твоей, и трак-бабах, все вверх дном его продают в рабство. Друзья, это очень интересно, потому что на самом деле мы ожидаем повышения, мы ожидаем продвижения вперед, но приходит другой сезон, сезон, и этот сезон называется сезоном испытания, это означает, что теперь Бог будет проверять Иосифа, будет испытывать его, будет смотреть, что в его сердце, в действительности ли он имеет Божий страх, будет работать с ним, чтобы он смог простить своих братьев, чтобы он мог не мстить за себя и будет проверять его на предмет святости и чистоты, на предмет сексуальной чистоты. И Иосиф оказывается в этот момент, или в один из моментов, там вот искушаем, просто искушаем. Помните, что это был Старый Завет, не было десяти заповедей тогда, а культура, в которой он находился, для них вообще секс, сексуальные отношения, это как кофе попить сегодня современному человеку, то есть на каждом углу ты можешь найти какую-то кофейню и просто выпить чашечку кофе. И тогда это все было доступно и просто никаких границ. Но Иосиф, он был верен Богу, отец учил его, отец учил его, лучше умри, но не согреши. И Иосиф был испытан. И когда он был испытан, он убежал. Есть один урок, который мы можем взять из этой истории. Этот урок так звучит. И Иосиф как бы говорит сегодня этим всем нам, не заигрывайтесь с грехом, убегайте от него, будьте категоричны, будьте решительны, будьте смелы. Знаете, современное поколение, мы хотим подойти как можно ближе к греху. Нет, ну мы не грешим. Но мы же немного сидят в обществе, где все пьют. И человек, который совсем недавно получил освобождение, он говорит, это же мои родственники, а что тут такого? Они говорят, ну ты только пригуби, ты только пригуби. Ну, я, конечно, пить не буду, я пьяным не буду. Ну, ты что, нас не уважаешь? И вот, ну, и все, тянется его рука, да я только немножко. Потом он уже не помнит, как, что было дальше, вторая рюмка, третья. И потом находим его в очень плохом состоянии. Сегодня так много информации о том, потому, что это не страшно. И я выгляжу дикарем, который говорю, что Иосиф кричит сегодня нам, всем христианам, не заигрывая с грехом. Убегай! Пусть лучше ты оставишь одежду свою, репутацию свою, свободу свою, окажешься в тюрьме, не просто потому, что там что-то ты там украл, а потому, что у тебя была попытка изнасилования, в этом есть разница. И там тоже люди по-другому относятся. Самая худшая статья, пусть даже ты окажешься там, в тюрьме, в самой худшей, так сказать, ну, статье, будучи обвинен таким образом, но при этом, потеряв репутацию, потеряв свободу, ты не потеряешь Божьи призвания и Божьи благоволения и чистоту. Лучше умри, но не согреши. Вот чему учит нас этот сезон. Это сезон испытаний. Может быть, кто-то из вас сейчас в этом сезоне, и вы говорите, пастор, у меня много испытаний, у меня и дома испытания, у меня на работе испытания. Может быть, это не только сексуальные испытания, испытания финансами, испытания славой или чем-то другим. Бог будет испытывать каждого из нас прежде, нежели он поведет нас дальше к исполнению той мечты, которую он вложил в нас. Настоящая победа это победа тогда, когда никто тебя не видит, но ты остаешься чистым, ты выключаешь грязные сайты, ты не выходишь туда вообще, ты Богу служишь, ты принимаешь решения с Господом, ты общаешься с Богом. То, что ты делаешь в тайной комнате, имеет больше значения, чем то, как ты выглядишь перед людьми. И так Иосиф проходит этот второй сезон, и кажется, сейчас время ему сказать, Господи, спасибо тебе, я победил с тобой, я убежал от этого искушения. Но время, наверное, когда ты благословишь меня. А Бог говорит, да, Иосиф, у меня мое время, вот что следующее ждет тебя. Третий сезон, еще хуже будет. Шшш, бабак в тюрьму. А в тюрьму-то за что? А в тюрьму-то за что? И кажется, вот на этом этапе, Иосиф, тебе пора уже сломаться, потому что у тебя все хуже и хуже ты вообще. Где твой Бог? И некоторые люди говорят, где наш Бог? Почему происходит это с нами? Знаете, друзья, здесь тоже три урока, я очень кратенько хочу сказать. Прежде всего, нигде в Библии не написано, что если Бог с тобою, то с тобой не приключится ничего плохого. После тюрьмы у него будет сезон призвания, который продлится 80 лет его жизни. А все эти два сезона тяжелые всего 13 лет. 13 лет от его предательства, от того, что он оказался в рабстве. Ему было 17 лет, когда его братья продали в рабство. И когда он поднялся на престол и начал исполнять призвание Божие, ему было 30 лет. Всего 13 лет. Два сезона. Интересно, что не в первом сезоне, когда он был любим отцом, и Бог говорил с ним о мечте его, не в последнем сезоне, когда он был наверху, вы не найдете в Библии, чтобы Бог сказал, или чтобы было написано, и был Бог с Иосифом. Но именно в этом сезоне, и в этом сезоне, в сезоне испытания, и в сезоне, когда он в тюрьме, когда кажется, Бога нет со мной, все хуже и хуже, именно в этих двух сезонах, Писание говорит, Бог был с Иосифом. Помните, Иисусу дано имя, Эммануил, с нами Бог. То есть Бог с тобою в трудных обстоятельствах. Будешь проходить через огонь, он не обожжет тебя, пойдешь ли через воду, она не потопит тебя. 90-й Псалом. И там сказано, что я буду с тобою. И вот этот сезон, сезон заключения. Несколько мыслей здесь. Первый из них, давайте продолжать верить, если вы в этом сезоне, что Бог вас не оставил. Вторая мысль. Знаете, там так интересно написано, целая глава посвящена этому. В один день, Иосиф, будучи в тюрьме, вообще-то, ему снова тут доверяют управлять. Недавно я молился, просил, Господи, дай мне Иосифа. Мне нужен управитель. Мы так обрастаем. И у нас новые собрания, и много всего. Мне нужен управитель, кто бы управлял. Иосиф управлял везде. В доме Патифара у него была мудрость, управлял. Он в тюрьме уже управляет. И он смотрит на парней, там два парня, а у них такие грустные лица. И он говорит, ребята, а что вы такие грустные? Знаете, как интересно, они же ведь не сказали ему, Иосиф, мы в тюрьме вообще, о чем тут радоваться? Мы в тюрьме. Ты что, забыл? Это говорит о том, что когда Иосиф управлял, они в тюрьме даже были счастливы, и они были такие, знаете, наполненные радостью. Мудрое управление, оно освобождает людей, мотивирует их. Но один из них сказал, да мне сон тут приснился. И потом второй сказал, мне тоже снился сон. Знаете, что мог сделать Иосиф? Он мог сказать, сон приснился. И мне когда-то снились сны, много лет назад. Забудьте, ребята, все эти сны не сбываются. Все эти пророчества, они никогда не исполняются. Это просто, забудьте об этом, ребята. Просто забудьте об этом, и все. Или он мог сказать так, сон приснился. Ну, я не готов. Я в тюрьме. Если бы у меня все исполнилось, я бы, может быть, им что-то сказал бы, послужил бы. Напротив, Иосиф сказал, расскажите мне. А ну, еще, еще, еще. Больше. И вдруг он начинает интерпретировать, истолковывать сны. Мы никогда не видели раньше Иосифа, чтобы он истолковывал сны. Видеть он видел, но истолковывать. А может быть так, что самый трудный твой сезон, когда ты внизу, когда ты в тюрьме, когда ты вообще несправедливо обвинен, вместо повышения ты идешь на понижение, и тебе нужно, чтобы ты слышал, что Бог с тобой, а ты не видишь этого. Чтобы в это время открываются самые сильные дары, которые Бог вложил в тебя. Тот потенциал, который вложен, но раньше он не открывался. Даже в этом сезоне испытания эти дары не открывались. Видеть сны и истолковывать сны от Бога это вообще другой дар. И он открылся у Иосифа в тюрьме. Три мысли в этом сезоне. Оставайся верным Богу, Он с тобой, даже если ты не чувствуешь и не видишь этого. Вторая мысль, служи, даже когда у тебя, у тебя у самого все плохо. Авраам молился за других людей, когда у самого еще не было ответа. Ио молился за своих друзей, тогда, когда сам умирал и скоблил свое тело. И Иисус в Гефсиманском саду во время ареста взял и исцелил ухо этому рабу, первосвященника. Подождите минуточку, тебя арестовывают? Какое тут исцеление, какое тут служение? А он служит. Иисус, умирая на кресте, спасает разбойника. Умирая, спасает разбойника. Служи, даже если ты в этом сезоне. Тебе очень трудно. Служи другим людям. Не оправдывай. Это не время. Мне плохо самому. Я ни за кого не могу помолиться. Молись. Когда ты будешь служить, Бог будет тебе служить через это служение. И третья мысль, вторая, служи в этом сезоне. И третья, Бог будет открывать те дары, которые Он вложил в тебя в этом сезоне. И, наконец, последний сезон, это сезон исполнения призвания. Сезон исполнения призвания. Но я могу только представить себе, если бы в этих двух предыдущих сезонах Бог не подвел бы Иосифа к тому, что он простил. Потому что у него, когда он вышел из тюрьмы, рождается два мальчика. Он женится. Два мальчика. И он дает имя первому. Манасия. Господь дал мне простить. Господь дал мне забыть. И второе имя Ефреем, что означает плодотворность. То есть он нацелен на то, чтобы принести плод Богу. Я принесу плод Богу. Мальчик только родился. А он говорит, я принесу в свою жизнь плод. Я буду служить. Я отдам Богу все. Представьте себе, через 9 лет только он видит братьев. А что эти 9 лет? Представьте себе, если бы он не был сломлен и сокрушен в этом сезоне, он бы установил свой престол. У него перстень фараона. Он бы сказал, позовите мне жену Патифара. Есть время, когда нужно платить по счетам. Приведите мне ее сюда. Что бы он сделал? Имея такую власть, такие ресурсы, такое доверие, такой авторитет, но не будучи сломленным, он бы ломал судьбы людей. А с братьями что? Да он убил бы их. Или в тюрьму бросил бы их. Что вы сделали со мной? А Иосиф плачет перед ними и говорит, я брат ваш. И говорит, я боюсь Бога. Вот он сезон плодотворности. Последней мыслью мы будем молиться. Бог хочет привести тебя к этому сезону. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok